У нас есть связь с Иваром Калвиншем, ученым, химиком, создателем Мелдраната. Мы говорим сегодня на разные темы, в том числе, конечно, о пандемии COVID-19, потому что она остается главной темой не только Балтийского региона, но и Мейра. Господин Калвинш, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот ситуация, в которой оказалась Латвия, Литва, Эстония. То есть наш регион очень сильно страдает от COVID-19. И многие эксперты задают вопрос, почему так получилось? Ведь у нас не самая высокая плотность населения. Почему у нас такое количество заражений COVID-19? Есть ли у вас ответ на этот вопрос? Ну я думаю, ответ очень ясен. Вы же знаете, что основная мера по предупреждению развития инфекции – это вакцинация. Но оплаты, как это сказать, процента вакцинированного населения в наших странах, увы, не достигает того уровня, который нужен, чтобы эффективно прервать разностранение инфекции. И более того, этот процесс вакцинации был очень растянут во времени. А вот, как мы знаем, то вакцина не действует годами. Она имеет определенный уровень защиты, и этот уровень защиты снижается со временем. Ну и сегодня мы знаем то, чего не знали, когда эти вакцины были регистрированы. Тогда осталось два выясненных вопроса, почему их не назвали экспериментальными вакцинами, с ограниченным, так сказать, ареалом применения, потому что не было ясно, как долго будет действовать вакцина, и будет ли она обеспечивать достаточный уровень защиты у людей, которые заболевают, скажем, новыми вариантами этого вируса. Но сегодня мы знаем, что вакцина действует, ну, как у кого, но начиная с 4, 5, 6, 7 месяца необходима ревакцинация. То есть раз в сезон, как и у гриппа. К сожалению, мы растянули этот процесс, и сегодня нам приходится ревакцинировать людей. Это не было начато своевременно, что и приводит к очень высоким цифрам заболеваемости, в том числе среди вакцинированных, у которых от дня вакцинации прошло очень много уже времени. Если говорить об эффективности вакцин, потому что, насколько я знаю, вакцина от гриппа защищает примерно на 55 процентов. Вакцины от ковида дают гораздо большую защиту. Вообще, как это работает, как это высчитывается, почему такая разница при, скажем, взаимодействии с разными вирусами у препаратов? Ну, вирусы разные, и все они борются за человеческую клетку. Это потому, что вирусы сами не размножаются. Их размножают наши клетки. И, следовательно, у разных вирусов есть разные механизмы и пути, каким образом и какие клетки они заражают. Но этот вирус COVID-19, он заражает в основном дыхательные пути, то есть клетки, выстилающие изнутри, скажем, пути дыхания, носоглотки, но и другие поверхности, скажем, изнутри сосудов кровеносных, выстилают эндотериальные клетки, оболочки мозга, оболочки сердца и так далее. И, естественно, что каждый вирус имеет свою определенную мощность или, скажем так, специфичную способность заражать, поражать и уничтожать, конечно, в итоге наши клетки, но они разных тканей, и поэтому и разная опасность. И, кроме того, еще изменчивость. Ну, вы упомянули вирус гриппа и COVID, они оба РНК-вирусы, то есть их геном написан на языке рибонуклеиновых кислот. Человеческий геном написан на языке ДНК, то есть дезокс-рибонуклеиновых кислот. Но в чем проблема этих РНК-вирусов? Они при размножении их в наших клетках, ну, там очень много ошибок возникает, или так называемых мутаций. Большинство из них поражает жизнеспособность вируса, он просто не может развиваться, а часть из них приводит к новым, более опасным вариантам того же заболевания. Если говорить о лекарствах, потому что компания Pfizer заявила о том, что у нее прорыв случился в плане создания лекарства от COVID-19, как известно, антипротивовирусные препараты создавать очень сложно, потому что с вирусами вообще очень сложно бороться с помощью лекарств. Что это за лекарства? Есть ли у вас предположения? Или, может быть, вы знаете, как это работает в системе? Ну, я пока не вникал в механизм действия этого препарата, но одно ясно, что он препятствует размножению вируса, и поэтому контролирует, соответственно, весь процесс заражения и его размножение и переноса. Но я не столь оптимистичен, как, скажем, сами компании фармацевтические. Мы слышали о ремдосевире, что, пожалуйста, у нас есть антивиральный препарат, который будет делать то и то. Почему? Потому что если вирус попал уже в клетку, тогда его можно уничтожить только уничтожив саму клетку, потому что туда проникнуть и там его уничтожать, внутри клетки. Ну, это как проникнуть в крепость за крепостной стеной, где много чего из препятствий на пути к достижении цели имеется. А если это препарат, который способен так же, как антитела, нейтрализировать способность вируса проникать в клетку, тогда тут есть больше, скажем, надежд на успех, потому что если вирус не сможет проникнуть в клетку, в нашем теле он не выживет дольше, чем 10 часов. Наша иммунная система его уничтожит. Поэтому, скажем, антитела, которые нейтрализуют вирус, они препятствуют именно тому, что вирус сможет проникнуть в клетку, там спрятаться и размножаться. Но, скорее всего, механизм противовирусного препарата должен комбинированно помешать вирусу размножаться и, самое важное, не дать ему проникать вовнутрь клетки. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Меня зовут Петр. Я хотел бы с вами переговорить о нашей помощи, вам. Пожалуйста, позвоните на мой телефон. Я вообще из Петербурга, но сейчас в Риге. Сейчас в Риге. Я хочу с вами встретиться, вам помочь. Петр, а вопрос у вас нет к нашему гостю? Нет, у меня жена микробиолог, и я сделал вакцинацию. И я чувствую себя уверенно. Все, давайте. Прошу, мы запомним ваш номер. Создавайте вопросы, это я обращаюсь к нашим зрителям. Звоните в прямой эфир и задавайте вопросы Евру Калвиншу, создателю Милдраната, академику. Вот мы как раз говорим о пандемии COVID-19 и о лекарственных препаратах, о которых, в частности, заявила компания Pfizer. Но на сегодня можно говорить о том, что вакцина остается самым эффективным способом противостояния этому вирусу. Да, к сожалению, ничего другого у нас сегодня нет. Есть вакцина и есть коктейли антител, которые либо выделены из крови больных, то есть вызревших больных доноров, либо же сделаны искусственно, то есть синтезированы при помощи каких-то микроорганизмов, так называемые рекомбинантные белки. Но, как я уже объяснял, что такие антитела, они могут лишь нейтрализовывать вирус, чтобы он хуже проникал внутри клетки. Если эти антитела имеются в организме человека, либо их вводят в самые первые дни и часи после заражения вирусом, тогда есть надежда, что очень хорошо поможет. Если же вирус уже проник во многих клетках и тканях, тогда тем, что мы просто-напросто ловим вирус за пределами клеток, ну, этого окажется недостаточно. Будет все равно тяжелое течение болезни. А если говорить об иммуноглобулинах, потому что вот нередко используют эту формулировку, то есть это, собственно, и есть эти антитела? Да, иммуноглобулины, но они делятся на разные классы, и не все из них являются антителами против вируса. Если мы хотим рассматривать именно защитные вот такие антитела против вируса, то нам надо говорить об ИГАГА или ИГАЖИ, как вы говорите на русском языке, я не знаю. Это иммуноглобулин ГА или ЖИ. Вот интересно, что, насколько я помню, раньше в Латвии в случае укуса клеща вводили иммуноглобулин, ну, чтобы там нейтрализовать. Сейчас этого не делают. Сейчас, в случае, если человек не вакцинирован, ему говорят следите, ждите. То есть, я так понимаю, что в Европе считают недоказанной эту технологию? Вот на примере вакцинации вот энцефалиты. Ну, насчёт энцефалита – это вопрос немножко из другой сферы. Да, тут вопрос в том, когда мы сможем узнать или можем узнать, что мы заболели энцефалитом. Это болезнь такая достаточно, ну, коварная. Сперва, ну, появляется температура и все остальные признаки там, как всегда, при вирусном заболевании. Потом это заболевание как бы протекает незаметно. Нет уже ничего, там температура упала, человек хорошо себя чувствует. Но за это время либо он обратился к врачу, либо не обратился. Если он не обратился к врачу, то вот через некоторое время, как правило, наступает вторая волна, которая уже ведёт к серьёзным повреждениям мозговых структур и всего чего. А если мы будем на этой стадии вводить именно глобулин, то у вас больших шансов на какое-то улучшение не будет, потому что процесс уже запущен. Вирус проник там, где ему надо, и там размножается успешно. Ваши иммуноглобулины через гематоэнцефаллический барьер, то есть барьер, защищающий ваш мозг от чужеродных или даже ваших же молекул, больших молекул. Но он не позволяет в большой степени, то есть в высокой степени, чтобы там накопился специфический иммуноглобулин против этого вируса. А в периферии уже делать нечего. Ну а вот еще вопрос, который у меня просто по ходу возникает, интересно, я задавал этот вопрос одному из наших спикеров, по поводу вируса бешенства. Потому что известно, что, во-первых, если не ввести сыворотку в вакцину, то там смертность 100%. Но ее же вводят уже после укуса, после контакта с инфицированным животным, например. И, соответственно, у человека есть возможность, уже будучи зараженным, остановить тяжелые сочиненные болезни и смерть. То есть какой там принцип используют? И нельзя ли это делать, например, с коронавирусом? Все зависит от скорости развития инфекции. Если инфекция развивается медленно, тогда, естественно, вы можете ввести вакцину, даже, и это делается также в отношении цифролита, кстати, даже после укуса. Поскольку этот вирус, пока, если он будет развиваться вне этих органов, которые он поражает, но с ним можно еще побороться. Поэтому, ну, такая схема есть. Да, вы вводите иммуноглобулин, который, ну, связывается, во-первых, с вирусом, соответственно, не давая им возможность проникать и поражать ткани. И, во-вторых, это дает сигнал клеточным, ну, клеткам иммунитета, скажем так. Это лимфоциты или белые кровяные тельца. Они разных классов и разного назначения, но, прежде всего, нас интересуют т-лимфоциты и среди них, в первую очередь, т-киллеры или убийцы, которые убивают чужеродное, то, которое помечено, соответственно, антителами, ну, или антитела, в данном случае внешнего происхождения, эти иммуноглобулины, которые выводятся. Поэтому, естественно, меченая зараза, скажем так, менее опасна, чем немеченная. Много вопросов приходит и, в частности, спрашивают наши зрители, в каких случаях назначают медотвод от вакцинации. То есть, грубо говоря, очень многие люди говорят, мне нельзя, потому что у меня такое заболевание, такое заболевание, поэтому я не прививаюсь от коронавируса. Эксперты говорят, что таких заболеваний очень мало. И процент людей, которые действительно не могут делать вакцину, там измеряются чуть ли не сотнями на всю страну. Что вы можете сказать об этом? В каких случаях это назначает? Ну, есть, конечно, показания такие, которые являются противопоказаниями. Но это всегда надо обсуждать со своим семейным врачом, а не просто слушать название. Ну, например, все слышали, что после вакцинации, как одно из возможных побочных явлений, одно из побочных явлений – это тромба. Но на самом-то деле, все люди, которые страдают повышенным количеством тромбоцитов, и у них были там, скажем, тромбы где-то уже, и они начинают, услышав это слово «тромбы», они начинают уже предполагать, что им нельзя вакцинироваться. Но на самом деле тромбы образуются, если образуются, и это побочное явление настигает тех людей, у которых очень низкий уровень тромбоцитов. Это тромботическое тромбоцитопение. Тромбоцитопение означает отсутствие или очень мало, скажем так, более точно, тромбоцитов. То есть люди, которые страдают повышенным количеством тромбоцитов, но это не та категория, которая может опасаться, или нужно было бы опасаться образования тромбов в результате вакцинирования. Но не забудьте одно, что если и есть какие-то основания полагать, что будут проблемы, например, беременность и так далее, многие молодые мамочки, будущие, они боятся, что если будут вакцинировать, то может быть какие-то проблемы с их будущим ребенком. Но насколько показывает практика, что если эта молодая женщина во время беременности заболеет ковидом, тут уже уж точно будут проблемы с здоровьем ребенка, в том числе такие, как поражение легкого молодого этого ребенка, как правило, трудно его доносить. Если доносили, то будут проблемы с тем, что его придется сразу в реанимацию отправлять. Так что тут надо подумать о нескольких таких факторах, которые называются статистические факторы. Мы знаем, что при вакцинации вероятность, что появятся серьезные побочные эффекты, она очень низка. Это человек в полтора на сто тысяч вакцинированных. Но если человек заболевает ковидом, то эта вероятность возрастает в тысячи раз. И тут уже не до смеху. И еще я бы хотел, используя возможность поговорить с слушателем, зрителем. Мы все слышали о том, что давайте не надо вакцинироваться, потому что это генная терапия, вам болят гены, и ваш, так сказать, ребенок может родиться там, не знаю, кто-то там шимпанзе призывает, кто крокодила. На самом-то деле это все, я извиняюсь, чушь собачья, потому что мы знаем, и это всеми признано, что любая вирусная инфекция, любой вирус, вносит в клетку все свои гены. Если они могли бы инкорпорироваться или встраиваться в наш геном, то человеческого рода давно не было бы. Но у нас в клетках существуют специальные защитные и контрольные механизмы, которые чужеродные, будь то белок, будь то РНК, будь то ДНК, будет уничтожать с невероятной скоростью. Поэтому для вакцин самое основное было, как уберечь этот единственный из 29 генов COVID-19, чтобы этот ген попал бы в клетку при помощи, там, носителя, скажем, жировой оболочки, жирового шарика, или при помощи какого-то вируса, но при помощи этих векторных, там не РНК, а там ДНК вносит. Но, скажем, если мы говорим о Pfizer, Moderna и так далее, там один ген из 29 вносится, и основная задача ученых была защитить, чтобы он успел передать команду нашим механизмам или фабрикам по производству белков, чтобы те смогли произвести этот белок, который находится на поверхности вируса. Эти шипы или рога образуют на поверхности вируса. И по этим рогам или по этому белку наша иммунная система, она опознает врага. А если мы будем иметь дело с настоящим вирусом, то он все 29 генов успешно внесет в нашу клетку, ну и тогда клетке придется долго и нудно бороться. И кроме того, эти все гены будут заставлять, подчинять нашу клетку своим командам. И пока клетка не истощится, она будет производить этот вирус. Поэтому те вакцины, они не приводят к размножению вируса, а учат клетку производить белок, который сидит на поверхности нормального вируса. И это метка, по которой наша иммунная система потом опознает этот вирус. Вот, кстати, противники вакцинации, от них приходится слышать такую точку зрения. Я не хочу насиловать свой иммунитет, потому что вот я веду здоровый образ жизни, мой иммунитет сам справится, а вакцины, тем более, что там в течение жизни люди обычно вводят не одно, а много вакцин достаточно, вот они мой иммунитет истощают. Вот что вы могли бы им ответить? Это совершенно неправда и неправильно. Каким образом формируется наша иммунная память? При заболевании, при вакцинации – неважно. Б-лимфоциты, есть такие лимфоциты, тоже не только Т-лимфоциты нашей крови, и в лимфе они имеют такой механизм, который им позволяет распознавать чужеродные. Они всё время сравнивают. Ну, например, они видят какой-нибудь белок, который появился где-то или на поверхности вирусной частицы, или так плавает, неважно. И они сравнивают сразу информацию об этом белке с информацией, которая записана в человеческом геноме и хранится в памяти этого б-лимфоцита. Если это чужеродные, то б-лимфоцит сразу же выдаёт сигнальные молекулы и сам же начинает искать пути, каким образом этот чужеродный белок пометить, а по возможности его нейтрализовать. И как только ему это удалось, так он записывает эту информацию о том, как выглядит этот белок, который б-лимфоцит нейтрализовал, и как она с этим справилась, свою генетическую память. И несколько копий этого, 5-6 копий сразу делает. Потом такой лимфоцит способен обучать наивного, только что появившегося на свет б-лимфоцита. Он может сам залечь в костном мозге и там ждать своего часа и так далее. То есть наш геном и иммунная система не истощается, она получает дополнительную информацию, которую она может сохранить годами, а ту и всю жизнь. Вот еще такой популярный миф о том, что вакцинироваться в период эпидемии или пандемии не рекомендуется. И второй вариант, ведь врачи не рекомендуют вакцинироваться, когда у человека повышенная температура. Ну, например, там насморк, ОРВИ и так далее. Вот что вы могли бы по этому поводу сказать? Ну, естественно, пока гром не грянет, крестьянин не перекрестится. Но, естественно, что лучше вакцинироваться до, соответственно, эпидемии и распространения какой-то инфекции. То есть до начала сезона распространения вирусных инфекций. У нас в этих северных странах, у нас это зима. Поздняя осень, поздняя осень. Зима, ну, ранняя весна. До этого периода, то есть до ноября, все должны были быть уже, если они имеют на это основание, должны были быть вакцинированными. Потом, ну, естественно, иммунная система будет отвечать, если вы будете вводить вакцину. Это дополнительный сигнал для иммунной системы, что сейчас пора производить действия по его нейтрализации. Будут размножаться клоны Б-лимфоцитов, Т-лимфоцитов, макрофаги будут активироваться и так далее. Все иммунные клетки, которые там присутствуют, будут приведены в повышенной боевой готовности. Это запоздало или не запоздало, но, естественно, это как монета будет падать. Мы не знаем. Может быть, к тому моменту человек заразился. Но хуже ему от этого не станет, потому что вносится то не вирус. Если бы вносили бивирус, как раньше, там ослабленный вирус и так далее. Здесь в наших вакцинах то, что сегодня применяют в мире, ну, за исключением одной индийской, одной китайской вакцины, мы не имеем дело с ослабленным вирусом. Мы имеем дело только с одним геном из вируса. Он сам размножаться не может. Его и наша клетка не размножает. Она только принимает команду синтезировать белок, который закодирован, ну, как наносители в этой РНК, мессенджер РНК. Поэтому хуже не станет, но лучше вакцинироваться своевременно. Если есть температура, ну, тут уже надо думать. Потому что и вакцинация, она приводит к повышенной температуре, поскольку вы будете чужеродные, ну, будь то жировые шарики в инъекционной форме, как у Файзера и Модерны, или это векторный вирус, как спутник, когда или там Янсен, или Астрозенека, они все используют тот принцип векторный. То есть, когда вы ДНК, кодирующий ту РНК, которая нам нужна, она просто вшита внутри нормального аденовируса, либо человеческого, как у Астрозенека, либо даже двух, как у спутника, либо у аденовируса шимпанзе, как у Астрозенека. Но при этом у этих вирусов, аденовирусов, вырезаны те гены из вирусных генов, которые отвечают за отношение аденовируса, и туда подшить тот вирус, который, простите, та ДНК, которая кодирует соответствующий РНК, мессенджер, молекул. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, Анна. Меня зовут. Я бы хотела задать вопрос. Молекулярный биолог Анча Баранова, она в одном из интервью сказала, что прививка от коронавируса при очень высоком хитре антител может негативно повлиять на способность организма сопротивляться ковид-19. Возможно, Барсейн Каунин смог бы перевести это. Что имелось в виду? Что значит высокий хитр антител? И согласен с этим утверждением. Спасибо. Да, это одна из таких тем, к которым надо относиться серьезно. Дело вот в чем. Антитела, как любое в нашем организме, но они хороши в определенных пределах концентрации. Их должно быть немало и не слишком много. Потому что если мало, то они не смогут пометить и нейтрализовать вирусы или бактерии. А если их слишком много, то по ошибке, поскольку наши белки все строятся из таких маленьких составляющих, которые называются аминокислоты, 22 разных аминокислот, они белки построены из этих составляющих кирпичиков, а поскольку их так мало, а большие белковые молекулы – это десятки тысяч, или так где-то около таких кирпичиков, то есть есть последовательности, которые совпадают в наших нормальных тканях и в вирусных или бактериальных белках. Но естественно, что есть очень много этих белковых антител, антитела опять-таки белки, они прилипают не только к бактерии, к вирусу, но они могут прилипать и к, скажем, нашим структурам, которым им не следовало бы прилипать, и раздражает иммунную систему, она может атаковать и собственные клетки, которые не заражены вирусом. Поэтому всегда, когда вакцинируют, это один из показателей, ну, какова концентрация антител. К сожалению, мы совершенно точно не знаем, какая есть самая низкая концентрация антител против ковида, после которой уже надо сказать, что всё, срочно ревакцинируйтесь или вакцинируйтесь, если переболели. А с другой стороны, мы также не знаем, насколько высока та граница допустимого количества антител, которые образуются, чтобы не образовались эти, ну, скажем так, вредные для нас иммунокомплексы, которые нам обеспечивают эти множественные антитела, или большое количество антител, которые мы генерируем при помощи наших биолимфоцитов и плазмосклеток и других. Поэтому тут всегда надо придерживаться тому, что если мы вакцинируем, то фирмы провели эти исследования. Они определяли, какие количества вакцины надо вводить, чтобы не было бы слишком много и не было бы слишком мало антител. К сожалению, 3-10% человеков, или, вернее, людей, после введения вакцины не образует ни грамма антител. Но это проблема, которая не дает ни одной вакцине быть 100% эффективной, поскольку мы разные. И разброс концентрации антител, которые образуются, очень большой. Но, тем не менее, есть средние показатели. И мы знаем уже, и сегодня уже знаем, когда в Израиле начались массовые заболевания вакцинированных, тогда этот уровень антител, по-видимому, это самая крайне низшая точка. Какая есть высшая точка? Но пока мы однозначно сказать не можем. Ну, кстати, имеет ли смысл считать антитела в этом смысле, простите за тавтологию, потому что говорят, что еще же есть Т-клетки памяти, иммунные там и так далее. И, в общем, не стоит расстраиваться, если, например, я вот недавно сдал радиоинтересный анализ на антитела, он там показал чуть больше 100, у кого-то 1000, а у меня вот такая. Стоит ли мне беспокоиться из-за этого? Или все-таки у меня два файзера в крови? Вы видите, в чем проблема с определенным антителом? Там где-то около 360 различных систем определения, комплектов реагентов, которые применяются. И, кроме того, каждая фирма, которая разрабатывает и внедряет свой набор для определения, так называемый кит, как мы говорим по-английски, для определения антител, то там они измеряют по-разному. Некоторые, скажем, измеряют так называемыми интернациональными единицами титр в миллилитре. Ну, например, это рост своим электрохимическим революционным методом. Ну, там этих антител могут быть многие тысячи, 6-7-8 тысяч и так далее. Ну, скажем, Сименс или там Эбот или другие большие компании пользуются другими методами, другими реагентами. У них шкала другая. Некоторые имеют, скажем, шкалу от нуля до единицы. Ну, если единица, так скажем, 100% того, чего вы хотите. Но, естественно, там будет один, редко у кого будет, 0,9, 0,5, еще что-нибудь. Потом есть еще другие, так называемые, арбитражные единицы. Это вам, которые не изучали специально этот вопрос лучше, ну, самим не заниматься интерпретацией. Там должен, в принципе, должен быть, ну, по крайней мере, в том листке, который вы получаете на руки, предел концентрации, который считается много-мало или нету. И по этим отметкам вы можете судить. Так на свою голову без специальных знаний лучше туда не соваться. Ну, вот просто это была такая забава и в России у нас, что все считали антитела. Ну, а чтобы уже в завершении нашего эфира хотел спросить, на ваш взгляд, во-первых, вот пришел вопрос, его сейчас озвучу, имеет ли смысл вакцинировать детей и в какой стадии сейчас эта история, как вы считаете? Ну, по Пфайзеру, насколько мне известно, уже они или уже получили, по-моему, в Америку уже получили разрешение на вакцинацию всех детей старше пяти лет. Ну, у нас вакцинация разрешена с двенадцати лет летнего возраста. Я не сторонник того. Конечно, хорошо, если ребенок провакцинирован, он более защищен. Но подумайте, взрослые, подумайте, те, у которых есть дети или будут дети. Вы действительно считаете, что для того, чтобы взрослый дядя с сильным иммунитетом, как он сам считает, может не вакцинироваться, чтобы он имел такую возможность не вакцинироваться, надо провакцинировать всех детей, которые потенциально могут его заразить, а сами при этом сильно не заболели. Я думаю, что это надо поставить с головы на ноги. Сперва надо вакцинироваться всему взрослому населению, если уже этого не хватит, ну тогда можем думать о вакцинации наших детей. Сперва сами несите ответственность за свои действия. Все-таки, если говорить о коллективном иммунитете, есть ли данные о том, с какого процента он может начаться или состояться, или, в общем, это тоже некая такая иллюзия? Видите, это то, с чего я начал. Если мы будем вакцинироваться медленно, то есть растянуты, ну, скажем, 10% в январе, 10% в феврале и так далее, то к концу октября, ну, допустим, 100% провакцинировалось. Но к концу октября уже те, которые вакцинировались в январе, феврале, марте, уже могут себя не считать вакцинированными. Их защита, их вакцин уже исчерпала свой предел. Поэтому вот эти цифры, когда говорят, какой охват, какой охват, короткое время, интервале времени, если вы можете обеспечить, как в Израиле, там, скажем, 60% за три месяца, ну, тогда мы можем считать, что мы сможем, если удастся провакцинировать около 80% населения, что цепь переноса инфекций разрушится. Но пока я не вижу ни одного государства, кому это удается, поскольку под тем же причинам растянутые сроки вакцинации, неопределенность, что у одной вакцины этот срок защиты куда короче, чем у другой, а мы всех в одну, значит, все вакцинированы, невзирая на то, какой вакциной и на какой срок она вас предохраняет от инфекции. Ну, и еще один фактор, это изменчивость рНКовых вирусов. Я не знаю именно, где удалось бы получить коллективный иммунитет против рНКовой инфекции. Ну, скажем, грик, но каждый год вакцинируемся и вакцинируемся, и каждый год у нас эпидемия, потому как часть остается невакцинированной. И если даже провакцинировали, то мы не знаем, какой же вирус будет в следующем году, и ясно, что это будет не тот, который был в этом году. Но и вакцины создавать против неизвестного противника это практически безнадежно. Можно только рассчитывать на сходство одного вируса гриппа с другим вирусом гриппа. И определенной степени защиты все равно получить. Но, как вы знаете, у гриппа уровень защиты, как вы сами отметили, куда ниже, чем у вакцин против ковида. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Добрый день. Янис, меня зовут. Звоню. Господин Каловик. Вот я из тех людей, который сейчас был провакцинированный, на данный момент лежу с ковидом, заболел. от ребенка, вот у меня пару вопросов. Вообще, почему у нас я получил астрозамику, вторую дозу в начале лета, первую в апреле, вторую, значит, через два месяца. Вообще, почему у нас так много вакцинированных заболевает? Почему я так заразился от ребенка? Вроде у меня довольно-таки крепкий иммунитет. На самом деле, я там, ну, занимаюсь довольно-таки пять дней в неделю спортом, там, хожу в баню, не употребляю алкоголь, не курю, ну, довольно-таки без виду здоровый образ жизни, да, никакой, как бы, старый, нету каких-то там болезней, нету, я, Вадима, одногодка, примерно, мне 37 лет. почему я заболел вот от ребенка? Я так понимаю, что он не мог столько вируса распространять дома, хотя мы живем в одном домохозяйстве. Второй вопрос, что мне делать, вот на данный момент, как мне лечиться? Или, как все говорят, процетамолы пить только воду, больше нечего. Ну, в принципе, стоит ли принимать какие-то там иммуностимулирующие препараты? Например, я знаю такое, как бы я до ковида говорил, как препарат в России, он есть, амниксин, его, я читал, я был в России, и покупал его сюда, в Латвию. Если его читать аннотацию, его при гриппе дают. Иммуностимулирующие, там буквально две-три каблетки надо выпивать. Вот такие вот вопросы. Спасибо. Спасибо. Ну, тут ничего удивительного нет. Значит, у людей, которые, которые обладают очень хорошим иммунитетом, как они сами считают, да, они действительно обладают хорошим иммунитетом. Но когда, вводится вакцина Астрозенека, Джонсон-Джонсон, Спутник, не знаю, может и другие еще подойдут, которые упакованы в оболочку аденовируса, тут возникает проблема. Если этот человек успешно справлялся с аденовирусами, живыми, полноценными, никакими не наполненными вакцинами, то он с таким же успехом справляется с вакциной, к сожалению. И получается так, если вы помните, Астрозенека поначалу рекомендовали только старческому, ну, сеньорам, да, старческому возрасту. Почему? Потому что иммунная система пожилых людей менее активно уничтожает эту вакцину, прежде чем вакцина проникла в клетки и начала выполнять свою роль. Поэтому радость тому, что мы сильные и с хорошим иммунитетом, при вакцинации не всегда является положительной. Во-вторых, даже если этого бы не происходило, через пять месяцев у Астрозенеки, ну, практически у тех, которые вакцинировались, если они по пути еще не получали заражение, которое их не поразило и они не заболели, то тут уже кот наплакал, сколько антитил у них осталось. То есть скорость нейтрализации вируса принесенного будет падать. Кроме того, все вакцины, в том числе Астрозенека, она была создана для того, чтобы кодировать клетки, производить белок, который находится на поверхности первого известного коронавируса SARS-CoV-2. Это вухальский вирус. Ну, а сегодня у нас Делта. А Делта отличается. И поэтому этот ответ на второй вопрос, что я сказал, что было неизвестным при регистрации вакцины. Будут ли эти вакцины одинаково эффективны против других вариантов. Но нет, не одинаково активны. Хуже любая вакцина действует на Делта, чем на Вухань. Поэтому, к сожалению, такое случается, но только я совершенно уверен, что наш слушатель болеет легко или средней тяжести, но никак не будет болеть тяжело или не будет смотреть в сторону плавнища. Так что ему ничего особенного не грозит. Но если были бы вакцинированы его дети, естественно, было бы меньше заражения и так далее. Но не стоило ли уже ревакцинироваться своевременно. Это то, о чем Академия наук Латвии предупреждала наше правительство о том, что пора ревакцинировать. Не смотрите на рекомендации Европейского Союза, поскольку там в большинстве стран охват вакцинированных людей куда выше, чем в Латвии. Мы не можем мерить среднюю температуру в больнице и говорить очень хорошо, только 36,8. У одного 40, у другого 35. Кстати, еще хотел вас спросить в контексте аденовирусных векторов, которые используют и спутник, и астрозеника. Я слышал такую точку зрения, что астрозеника хуже держит дельта, чем мрнк вакцины. То есть они используют другие технологии и они лучше защищают от дельты. Это правда? То есть тот, кто с модерной и файзером, они лучше защищены? Увы, файзер в данном случае прав. В самом начале, когда были проведены клинические исследования, было однозначно ясно, что они генерируют или заставляют наш организм генерировать различное количество антител. Причем самое высокое количество антител вызвало образование антител вызвало модерна, потом файзер астрозенека и концентрации антител генерирующих или возникающих после вакцинации очень хорошо коррелировало с теми цифрами эффективности вакцины против заболевания, особенно против тяжелого или среднего. Так что почти половину от нашей иммунной защиты обеспечивают антитела, нейтрализующие антитела и мечущие антитела. А остальную половину это наши клеточные механизмы, то есть Б, Т, лимфоциты, макрофаги, плазма, клетки и так далее и тому подобное. Человек, который вакцинировался, даже если у него нет антител, он наполовину защищен против смерти. Ну вот я понимаю, что мы уже долго вас держим, еще буквально несколько вопросов, которые задают активно наши зрители. Вот спрашивают, когда стоит ревакцинироваться после болезни, есть ли какой-то срок? Тут опять нельзя всех, так сказать, по средней температуре мерить. Вот тут как раз есть самая большая необходимость сделать анализ антицел после того, как человек проболел. Ну и после некоторого времени 3-4-5 месяцев повторить этот анализ. Известно исследование, где это делалось у людей, которые либо вакцинировались, либо проболели. И получается так, что где-то к концу пятого месяца уже та ситуация у тех, которые проболели, но опять-таки в зависимости от тяжести заболевания, уже осталось больше антицел, чем у тех, которые вакцинировались, той же, скажем, Астрозенека. Поэтому это опять будет определяться уровнем антицел, потому что люди, которые либо проболели. Если они проболеют три месяца, как правило, они повторно не болеют. Значит, уровень антицел там на уровне и клетчатый иммунитет тоже. А потом уже как у кого, но все равно там в Латвии, насколько мне известно, и всех, которые проболели, проболели у нас 120 с лишним тысяч, там я уже сейчас точно не помню цифру, но это было между тысячей и двумя тысячами человек, то есть это одна сотая, один процент от всех когда-либо заболевших этим вирусом. Поэтому естественно надо определять антитела, и тогда вы можете принять решение. Если их много, то вот начинается проблема, что ревакцинируя после 6 месяцев вакцинированных или первый раз вакцинируя после 6 месяцев выздоровления больных или уже здоровых людей вакцинами независимо от того, какая эта вакцина AstraZeneca спутник там не знаю любая количество антител повышается в 10 терез в 100 раз. А если человек посередке еще встречался с зараженными и получал иммунизацию или вакцинацию живым вирусом, который его организм нейтрализовал быстро, он не заболел, то естественно у него все шансы получить такой уровень антител, что самому и не захочется. еще вопрос вот спрашивает наш зритель, который звонил, попросил ответить на вопрос про иммуностимуляторы, которые он задал во время звонка. Ну видите, тут с иммуностимуляторами абсолютно никакой надежды нет при ковиде, потому что ковид-19 поначалу так и пытались лечить, повышая иммунитет у заболевших. На самом-то деле это привело к тяжелейшим последствиям, включая смерть, потому что если человек заболел и у него уже средняя тяжесть или даже тяжелое течение заболевания, то оно обусловлено аутоиммунной атакой нашей иммунной системе против клеток хозяина. И это воспалительные процессы, это поражение всех органов систем, включая печень и почек и так далее, и мозг в том числе. Поэтому там мы все сегодня знаем, что если появляется цитокиновая буря, то есть когда сигнальные молекулы, активирующие иммунную защиту, производится очень много, и тогда надо применять сильнейшие иммунодепрессанты, стероиды, дексаметазон и другие. И это тогда помогает выживанию. Наоборот, не надо стимулировать иммунитет, если вы уже заболели. В завершение хотел спросить у вас, потому что в Латвии тоже появляются врачи, которые выступают с альтернативной точки зрения, доктор Лиц, в частности, если не ошибаюсь, там предлагают антипаразитарные препараты и прочее, используют против ковида. Во-первых, хотелось бы узнать ваше мнение о врачах, которые выступают с такими рекомендациями, ну и, собственно, об этой линейке препаратов. Ну, видите, врач по идее, по определению, он сдавал клятву Гиппократа, основная суть этой клятвы не навредить больному. Что мы знаем про лекарства от ковида, ну, предлагается многими противникам вакцинации и даже врачами, в том числе, применять ивермектин. Ивермектин это антипаразитарный препарат, в основном его применяют при лечении скота от всяких червей, в том числе червей, которые поражают сердечную мышцу. Препарат разрешен для применения и на людях, но только по этому назначению, потому что если у вас, допустим, черви в лёгком или у вас черви в сердце, ну, вам другого не остаётся, вам надо лечиться, либо вы умрёте, или калекой на всю жизнь останетесь. То есть тут-то риск от этих червей ну, очень-очень высок. Лекарство очень доступное, очень дешёвое, его производят в больших количествах. Но на чём же основывается убеждение, что надо ивермектин всё-таки пробовать и применять у больных с ковидом? Это жиждется на том эксперименте в первую очередь, который проведён инвитро, то есть, ну, можем так словно сказать, пробирки, когда культуру клеток, которые выращивают вне организма человека, заражают искусственно вот этим вирусом и туда добавляют вещество и смотрят, будет ли вирус уничтожен, будет ли он размножаться в клеточной культуре, в которой добавлен ивермектин. Но вот концентрации, которые нужны для того, чтобы ивермектин подавлял размножение этих вирусов, ну, где-то 30-40 раз превышает ту концентрацию, которую мы нормально достигаем в организме человека, если лечим его от этих червей. Ну, что это означает? Ну, вы не хотите попробовать выпить 40 таблеток аспирина в случае, когда у вас голова болит? Ну, естественно, что голова у вас болеть не будет, если вы вообще будете больше чувствовать после этого. То есть дозы несоисмеримые, которые нужны для эффективного подавления этого вируса и которые наш организм способен перенести. Поэтому те, которые изобрели и производят ивермектин, они наотред отказались даже пробовать использовать ивермектин для лечения ковида. Как полностью безнадежное для любой фирмы мероприятие, потому что за умерших придется отвечать. То же самое было с антимамагарийным средством. Но его тоже применяли в трехкратных дозировках по отношению к тем дозировкам, которые применяются при лечении и профилактике малярии. Ну и что? Ну часть больных останавливали сердца. Правда, вирус тоже при этом страдал. Ну и что толку, если человек умер? Поэтому я не советую на свою голову пробовать это. Были ряд исследований и в клинике, и двойные слепые, и рандомизированные всякие, но они на столь маленьком количестве людей, что из этих опытов сделать на заключение, что здесь доказана эффективность препарата, но это я бы не стал так утверждать. кроме того вопрос в побочных эффектах. Вы можете мерить один эффект, но после этого кто ваши почки и печень будет лечить, это уже будет другой врач, который не знает о том, что лечились от ковида при помощи ивермектина. Вопрос от Эдуарда, и вот правда последний, он очень просит у вас спросить, пожалуйста, скажите, беременным надо приеваться, есть ли опасность? Видимо, этот вопрос касается лично нашего вакцина. думать о том, что может быть вакцина как-то повлияет на генетический материал плода, нет. Тут нет этой опасности. Другое дело, если человек думает о том, что у него есть аллергия против компонентов оболочки вакцины, это касается Pfizer, Moderna и других, которые РНК применяют, но это надо померить до того. Это можно померить и посмотреть, есть ли такая аллергия. Если ее нет, то, как я уже говорил, что если женщина стопроцентно может быть уверена в том, что она не встретит ни одного больного ковидом и сама не заболеет во время беременности, то она может пробовать рисковать, но если такой уверенности нет, то обязательно надо вакцинироваться. Моя дочка, она и гинеколог, и принимает роды, и так далее, работает вакушерстве, акушером и так далее, но она мне рассказывает, на нас смотрелось этих бедных матерей, которые не вакцинировались и проболели ковидом, как выглядят их дети, в основном недоношенные, но это я бы не хотел об этом даже говорить. Спасибо вам большое, академик Ивр Калвинш, создатель Милдранат, был с нами на прямой связи. Спасибо вам большое за ответы на вопросы, за столь подробный ответ на наши вопросы. Спасибо вам.